Субтитры создавал DimaTorzok Я начну с того, что очень коротко выражу некоторые свои соображения по поводу того, что мы с вами сейчас собираемся делать. То есть я хочу немножко поговорить о моём курсе, о том, как я сам его понимаю и чего буду ждать от вас на протяжении всего этого учебного года. Но курс я собираюсь читать, если позволят обстоятельства, в течение этой осени. Вот в течение этой осени я собираюсь говорить о почти несуществующей ещё науке, которую, ну, с некоторыми оговорками, я называю семиотическая антропология. Имеется в виду изучение человека достаточно широкое, которое использует сведения о разных знаках и знаковых системах, которыми человек пользуется. И их всех изучает семиотика, разные разделы семиотики. И, соответственно, семиотическая антропология сосредоточена на знаках. В частности, с этой точки зрения я буду подходить к пониманию человеческой психики, потому что Выгодский, великий русский учёный, о котором я много буду говорить, на которого буду много ссылаться, Выгодский выдвинул идею, которая развита во многих его работах и в немногих работах его близких и верных учеников, которые, несмотря на все гонения и политические, и идеологические трудности, сумели устоять и сделали школу Выгодского известной по всем мире. Благодаря школе Выгодского мы получили возможность исследовать разные стороны человеческой деятельности, человеческой культуры с точки зрения знаков. Согласно Выгодскому, все разные психические функции человека, к которым относятся самые важные высшие функции человека, все они включают в себя знаковые элементы. Поэтому семиотическая антропология одновременно исследования высших психических функций человека в духе Выгодского. В этом смысле, всё, что я вам буду излагать, будет последовательным изложением точек зрения школы Выгодского, которую я, как и многие другие, представляю здесь, в Российском государственном университете гуманитарства. Теперь, как я смотрю на задачи своего курса, кроме того, что я собираюсь познакомить вас с этим аспектом антропологии, семиотики, с их контактом, контактом этих двух ещё только развивающихся наук. Значит, прежде всего я хочу вам сказать, что я буду докладывать вам о вещах, которые для меня имеют такую форму. Я обычный нормальный человек, поэтому у меня есть много недостатков и ошибок. И поэтому часть того, что я буду говорить, будет просто неверной. Имейте это в виду. Не верьте мне на слово. Если я вам скажу, что при этом я опираюсь на такие-то работы, на такие-то гипотезы, на такие-то экспериментальные проверки, тогда начните сами проверять меня. Если я не набрал, если я вам сказал верно, тогда мне верьте. Но так на слово Вячеслав Селович сказал, не верьте. Значит, первое, что относитесь к моему курсу критически, но для этого надо его послушать и постараться обдумать. И по возможности ваши критические замечания сообщите также мне. Я не жду от самого себя ничего, кроме того, что я откровенно вам буду рассказывать, что я знаю, и я буду подчеркивать то, что я не знаю. Я не знаю, насколько вы интересуетесь астрономией и астрофизикой. Они показали на сегодняшний день, что мы, люди, человечество, принципиально видим только очень маленькую часть Вселенной. Большая часть Вселенной для нас погружена во тьму. И мне кажется, что, хотя это открытие касается устройства мира, мироздания в целом, но оно относится и к частям того, что мы с вами делаем. Относится к нашему знанию и пониманию чего? Окружающего мира, окружающего общества, самих себя. Значит, конечно, было бы легче начать с самих себя и только потом пойти дальше. Но наука устроена особым образом. Учёные за последние годы очень много наоткрывали планет. У нас есть разные сведения о том, что происходит очень далеко от Земли и что происходило очень давно, почти до возникновения Вселенной в нашем мире. И при этом мы очень плохо понимаем сами себя, очень плохо понимаем человечество. Поэтому науку антропологии, я считаю, очень серьёзной. Вы знаете, что великий французский антрополог Левистрос говорил, что 21 век будет веком гуманитарных наук или его не будет, если мы не создадим действительно науку антропологию, если мы не добьёмся того, что любое общество на любой точке земного шара будет действовать в соответствии с разумными принципами, а не с безумиями разного рода, неважно, какими словами они будут называться. Если мы этого не добьёмся, человечество погибнет. И один из страхов, которые живы во мне, и которые, к сожалению, только обостряются с годами, это страх прекращения будущего. Вы понимаете, что можно жить, даже легко жить. Вот я вам скажу, я, честно говоря, не очень боюсь смерти. Но вот пока она не наступила, я не очень боюсь смерти. Но я очень боюсь прекращения будущего. Не просто для себя, а прекращения будущего для всей культуры, для всей страны, для всей науки, для всех разных наук. Всё это очень пугает, как возможность собственной комы, как возможность того, что ты как бы жив, на самом деле уже тебя не осталось, ты уже не можешь мыслить. Вот это действительно страшно. Единственное, чего я пока в данный момент боюсь, это я боюсь отсутствия сознания. К сожалению, некоторые симптомы отсутствия сознания, я, откровенно, я могу ошибаться, да, но я симптомы отсутствия сознания вижу очень широко, кругом, я не буду сейчас приводить никаких доказательств, но весь мир находится в состоянии определенного кризиса. И это состояние кризиса мои лекции обязаны передать. Я всё это обязан сделать. На каком материале я могу основываться? На материале тех кусочков разных наук, из которых лингвистику, и в её узком виде сравнительная историческая грамматика эндоевропейских языков, в узком виде эту науку я учил всю жизнь, и пытался что-то мне сделать, поэтому примеры, относящиеся к лингвистике. А лингвистик – это часть той семьячи, которая занимается естественным, обычным языком человека в разных его формах. Вот это профессиональная моя область. Во всех других областях я, конечно, дилетант, то есть я ими в разное время, с восьми лет до сейчас мне уже только что исполнилось, восемьдесят семь. Вот за эти семьдесят девять лет, начиная с восьмилетнего возраста, когда благодаря уму и таланту своего отца я смог начать заниматься разными науками, вот за семьдесят девять лет я пытался по кусочкам что-то понять из разных других наук. То есть я буду пользоваться обрывками того, что мне удалось потом развить в разговорах, в личных контактах с рядом математиками. Мне очень повезло. Я работал с двумя великими математиками России, с Андреем Николаевичем Холмогоровым и с Израилем Моисеевичем Гельфандом. Мне удалось иметь в своих друзей много крупных математиках и даже физиков. Поэтому вот из этих наук я знаю, конечно, отрывки, но отрывки проверенные в беседах другими людьми. Я не могу сказать, что у меня хорошее биологическое образование, но одной узкой области, связанной с языком, нейроингвистикой, то есть области, которая касается связи нейронной системы человека с языком, я занимался, старался заниматься профессионально в клинической лаборатории Александра Романовича Луды, близкого друга и единственного верного ученика Выгодского, который очень многое сделал не просто для развития учения Выгодского, он сам написал свою биографию, в которой он указывал, что всё, что он сделал в жизни, это развитие разных мыслей Выгодского. Возможно, он преувеличивал, но благодаря Луде у меня есть какие-то отрывочные, может быть, знания о нейролингвистике и попытка что-то в ней сделать, поэтому вот в этой очень маленькой части курса я буду менее склонен к дилетантизму. Но в целом, конечно, будет много дилетантских фантазий, поэтому, повторяю, отнеситесь ко мне достаточно строго. При этом я не буду бояться двух вещей, которые находятся вообще, с моей точки зрения, за пределами науки. Понимая ограничения науки, я считаю возможным число предметов, которые нужны тем, кто будет в будущем создавать семиотическую антропологию. Возможно, совсем в другом роде, с другими результатами, чем то, что я вам говорю. Я говорю, что я сейчас ограничен своим субъективным знанием и его возможностями. Но в будущем, мне кажется, можно привлечь также искусство в разных его формах. Не только литературу в разных вариантах, проза, поэзия и так далее. Всё вплоть до популярной журналистики, всё интересно и полезно. С другой стороны, необходимо очень серьёзно относиться к проблемам религиозной и пантеистической философии. Что я имею в виду? Я имею в виду философию в целом. Я сомневаюсь в том, что философия уже сейчас имеет надежду стать строгой наукой. Такую надежду имеет математическая логика и некоторые её разделы, некоторые разделы философской логики в такой степени, в какой они постепенно развиваются в сторону математики. Но это только часть. Станет ли вся философия наукой, я думаю, вопрос будущего. Но уже сейчас философию нужно включить в число тех вещей, о которых должна думать семиатическая антропология. Поэтому в мой курс, кроме разных наук, которых я не буду различать гуманитарных и естественно научных, мне кажется, что сейчас нам важно понять, что наука – это некое единое целое, которое подчиняется определенным законам, и об этих законах, об истории науки я буду говорить. Но кроме того, я считаю необходимым, чтобы человек серьёзно относился к проблемам философии и понимал, что существует религиозная философия разного рода подхода к разным существующим религиям и к возможности полного отрицания религии. Но это тоже своего рода религия. Мы принимаем, что ничего похожего на Бога нет. Бог умер. Или умерли те люди, которые верили в Бога. Или людям не дают верить в Бога. Или людей заставляют верить в Бога, и этим лишают их веры. Все эти возможности семиотическая антропология обязана разобрать. Она обязана разобрать и точки зрения тех учёных, которые отказываются на эти темы говорить, признавая, что это не наука. Возможно, что это так, но понятие атеизма, мне кажется, неточным. Потому что что значит атеизм? Атеизм, если считать, что у тебя личного нет Бога. Но вот я вам честно скажу, что Вячеслав Всеволодчеванов, вот тот нормальный русский человек, который сейчас с вами разговаривает, этот человек не имеет ни одной официальной записанной религии. Но я, как мой старший друг, я могу его честно назвать другом, Пётр Леонидович Капица, великий физик, Нобелевский гавариат, он мне говорил, что к концу жизни, ему было 80, но к концу жизни он пришёл к выводу, что всё, чем занята наука, всё-таки часть некоторого очень строго выстроенного плана. И как-то он об этом заговорил на заседании редактировавшейся им такой очень интересной формы изложения физических новых мыслей. Это физический журнал. И перед коллегией, кроме главного редактора Капица, входили другие крупнейшие наши физики, и в том числе академик Михаил Александрович Леонидович, с которым я тоже имел счастье быть знакомым и разговаривали. Леонидович воспитывался в атеистической киевской интеллигентной русской семье, и он всю жизнь был последовательным атеистом, как он сам себя называл. И когда Капица рассказал о том, что вот к концу жизни он приходит к таким выводам, Леонидович его поддержал. И Капица мне это рассказывал, что подумается, оказывается, крупный физик приходит к такому выводу. Что это значит? Это значит, что раз наука, в том числе и семиотическая антропология, её составные части, раз наука имеет некоторые конкретные результаты, экспериментально проверяемые, которые показывают, что в устройстве всей нашей Вселенной, сейчас не говоря о том, что оказываются другие Вселенные, мы пока не умеем их научно исследовать. Но научно высказываем предположение, что наша Вселенная только одна из существующих и возможных. Наша Вселенная устроена в каком-то смысле продуманном, разумном образом. Это также относится к некоторым особенностям части этой Вселенной. В некоторых частях Вселенной благодаря строго организованной эволюции возникают разные формы жизни, в том числе возникает разумная жизнь в разных формах, из которых нам ближе всего разумная жизнь части современного человечества, потому что человечество в целом и её отдельные страны внутри человечества ведут себя настолько неразумно, что я не очень уверен, что мы все с вами оправдываем прозвище «человек разумный и разумный», которое предлагает физическая антропология. Возможно, что каждый из нас потенциально в эмбрионе внутри чрева матери и потом, как только мы родимся, до столкновения с обществом, которое нас будет по-своему транссать уродом. До этого мы все, вероятно, человек разумный и разумный. Но что от нас остаётся потом? Является ли человеком разумным-разумным любой из тех, кто сейчас вот находится здесь, кто с нами всеми взаимодействует? Понимаете, человек разумный и разумный очень высокое звание. Думаю, что об этом мы обязаны поговорить. Человек разумный и разумный по-видимому, результат какого-то разума, который должен действовать для того, чтобы всё это организовать, чтобы была эволюция, чтобы ввести время, отсутствующее в частях физического мира, ввести время как особый фактор, благодаря времени сделать возможным развитие, развитие в определённую сторону. Поэтому признание в этой общей форме какого-то верховного разума, высшего разума, мне кажется, может входить в результаты, которые, как гипотеза, может высказывать современный учёный. Вот это я называю пантеистической философией. Значит, я предлагаю, чтобы в сферу интересов семиотической антропологии входило так же, кроме традиционных, гуманитарных и естественных наук, входило так же религиозная философия, пантеистическая философия и традиционный атеизм, как некоторые особые явления, но стоящие в этом ряду и, возможно, важные для некоторых учёных, но некоторые учёные, если они достаточно долго живут, могут дожить до возраста, когда они скорее склоняются в сторону высшего разума. И в этом случае это всё уже становится ближе к религии. Поэтому это вот, вот этот круг, да, и там есть возможность установления вероятности или фантастичности личных связей отдельного индивида, отдельного человека, разумного, с каким-то высшим разумом. Значит, это вопрос, который на самом деле сопутствует написанным биографиям многих интересных представителей культур, но мне кажется, что всё это тоже должно исследовать семиотическая антропология. Вот это общий очерк основных задач, которые стоят в будущем с моей личной, вероятно, частично, если не полностью ошибочной точки зрения, задачи, которые стоят перед семиотической антропологией, будущего, которое будет создано и, значит, к своему курсу. Я отношусь только к приглашению заняться всем этим, приглашению к совместному обдумыванию, взаимному нахождению ошибок, ну и, может быть, способов проверки того, что в конце концов может оказаться и верным из ряда допущений наука. Наука, вообще говоря, это собрание проверяемых гипотез. Гипотезы настолько проверенные, что мы их считаем правильными, потом могут очень сильно измениться, благодаря вновь открытым фактам, благодаря новым подходам к осмыслению фактов и так далее. Поэтому в науке нет ничего прочного. То, что я вам сейчас излагаю, будет эскизом некоторых моих субъективных результатов долгого обдумывания очень длинной жизни за её длинность, хотя бы в виде благодарности за то, что могло способствовать этой длине и каждому из вас, как тем, кто мне помогал, помогал. Иногда даже и просто критика у меня есть ученики, которые заняты сочинением Пасхи или на меня, но я считаю, что это тоже полезно, чтобы я не сознавался, да. Так вот, я считаю, что нужно понимать то, что я вам буду излагать очень критически, очень критически, но, пожалуйста, подумайте на эти темы, не пытайтесь их сразу отвергнуть, вам, может быть, не интересно, не захочется терять время, но возникает вопрос, я вам буду говорить о некоторых отдельных разделах знания, и вы можете удивиться, зачем я еще это упоминаю, еще вот этим заниматься. Понимаете, есть такие области, которые очень экзотичны, тем не менее, оказывается, что некоторые сведения полезны иметь, то есть, хотя я понимаю, что и мои сведения, это сведения дилетанта, но тем не менее, я считаю, полезным и нужным вам кое-что сообщить. Я приведу конкретный пример, потому что все, что я говорил до сих пор, вам может показаться просто общими словами, наоборот, сейчас давайте грубо говоря с неба на землю, давайте я вам расскажу об одном, на мой взгляд, потрясающем открытии. Вы знаете, несчастная трона Сирии, я чувствую себя вовлеченным в несчастье Сирии совершенно особым образом, потому что благодаря своей узкой лингвистической исторической специальности, я занимаюсь тем, что происходило в Сирии три с половиной тысячи лет назад, и представьте, тогда шли бои между разными группами, и бои шли в частности вокруг города, который на языках, которыми я занимаюсь, три с половиной тысячи лет назад назывались Халиб, такое место, центр одной области Северной Сирии, и сейчас это Алеппо, и когда в газетах я читаю о том, кто бомбил или кто разрушил часть Алеппо, кто его защищал, кто хочет его сохранить, кто хочет его завоевать, я понимаю, что это тот Халиб, о котором я, не зная всех этих будущих событий, начиная с нескольких дистилюций, второй половины двадцатого века, я занимался этим городом под названием Алеппо, где сейчас вот такие происходят ужасные вещи, я занимался этим, потому что такова древняя история этого города, поэтому, когда мне говорят, ну, неверно думать, что в истории есть законы, что в истории есть повторения, что мы что-то можем извлечь из истории, я не могу согласиться, я не могу согласиться, потому что то, что происходит в Сирии сегодня, согласно желаниям и действиям ряда конкретных лиц, о которых мы много знаем, и более того, то, что происходит в какой-то степени, благодаря личной ответственности каждого гражданина стран, которые в какой-то форме бомбардировок, защиты, нападения, в какой-то форме участвуют в сирийских событиях, вот все это, в какой-то мере ответственность любого гражданина любой страны, вовлеченной так или иначе в этот конфликт, и поэтому для меня история это нечто совершенно живое, поэтому то, что я вам буду рассказывать, не просто история науки, это история прошлого каждого из нас, это прошлое находится в каждом из нас, оно говорит внутри нас, через наши унаследованные привычки, через культуру, которую в нас общество вложило на протяжении нашей жизни, или отсутствие культуры, которая нам общество нарезало силой на протяжении всей нашей жизни. Прошлое живо в каждом из нас, поэтому я думаю, что семиотическая антропология обязана заниматься прожить. Так вот, я возвращаюсь к Сирии, значит, я обещал вам, кроме общих слов, привести конкретные вещи. Вот конкретные вещи. Французская экспедиция, которая работает в Северной Сирии, одна из французских экспедиций, очень удачно, успешно, открыла город в том месте, который сейчас называется Рас-Шам-Ара, Рас-Шам-Ра, древнего названия Угарики. Представьте, на некоторых клинописных табличках, клинописные понимают, что такое, да, это сделано из глины, в сырой глине можно было прочертить некоторые знаки, которые похожи на какой-то клин, комбинацию клинок, клинек, поэтому это называют клинописи. Вот найдена в частности одна табличка, клинописные знаки, они не читались как нормальные слова, и удалось понять, что это музыкальные ноты. Этими музыкальными нотами записаны песни на одном из языков, потому что вы говорите, как во многих древних городах, или во всех древних городах, во всех известных нам древних городах, говорили на нескольких языках. И вот на одном из этих языков в хурицком, в хурицком, в хурицком, была спета песня и записана, и это найдено. И это, конечно, факт отдельной археологии Древнего Востока, истории семитских языков, к которым относился уголицкий. Уголицкий мёртвый язык, он исчез, но он близко родственен древнееврейскому, и поэтому современному ивриту, и современному арабскому, как тоже семитскому языку. Но в хурицкий входит ту же отдельную подгруппу семитских языков, в которую входит иврит, и древнееврейский, но арабский относится к другой подгруппе, но тоже семитских языков. Так вот, конечно, мы, я как лингвист занимаюсь этим узким вопросом. Но кроме того, я занимаюсь и некоторыми другими древними языками, в частности, я занимаюсь тем языком хурицким, на котором написана табличка. Хурицкий язык в городе Угарите был не семитским языком, в отличие от угорицкого языка. Угаритский это язык семитской части населения. Угарит нас, я говорю, в 13-14 веках был также хурицкий язык, язык очень большой и древней культуры. И остатки самых известных нам, самых древних известных нам частей истории Хурицы открыл мой близкий друг, ученые родом из итальянской семьи, но с европейским образованием, потом много десятилетий живший в Америке. Мы с ним вместе работали. Его зовут Джоргио Бучелальци. Джоргио Бучелальци. Джоргио Бучелальци со мной познакомился еще, когда мы были с ним вместе на симметологическом слете в Тбилиси. Тбилиси была часть тогда очень успешного в науке Советского Союза. И вот дружба продолжается. Она продолжилась, когда меня пригласили. Я никогда не эмигрировал никуда, но меня пригласили работать в Америке, я согласился, мне 30 лет меня не выпускали, они никакую страну запрещала на контроле большевистского руководства СССР. Но вот когда наконец дали разрешение, меня пригласили. Я оказался с 1991 года профессором университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. До этого три года я читал лекции в Стэнпирде. Вот когда я оказался в Лос-Анджелесе, я встретил старого знакомого по Тбилиси Бучевайси. Бучевайси меня пригласил однажды за стол пообеду, позавтракать вместе, ну, завтрак по английски, да, это ланч, не знаю, что. Одним словом, за этим застольным разговором Бучевайси мне сказал, что он изучил результаты аэрофотосъемки в одном определенном месте на границе Северной Сирии, ну, внутри Сирии, на границе Северной Сирии и Турции, очень близко это проходит и граница Ирака, по существу современных терминов, речь идет не просто о Северной Сирии, а о той части, которая почти одновременно Сирии, Ирак и Турции. Изучение результатов аэрофотосъемки согласно опыту Бучевайси показывает, что там находится древний город. Он знает возможное истолкование, если это действительно древний город, скорее всего это город Хуритов, которые могли в это время там находиться. Он ездит сейчас получил деньги на то, чтобы поехать в Северную Сирию и начать раскопки. Но он найдет там документы, которые будут на клинописи. Я, как и он, умеем читать клинописи. Поэтому он очень просит, чтобы я нескольких его студентов, которые уже знают другие клинописные системы и языки, чтобы я их обучил Хуритскому, которым я давно занимался. Почему я давно занимался Хуритским? Потому что Хуритский это близкий родственник, один из родоначальников даже диалекта Хуритского, который потом был главным в государстве Урарту. Когда Советский Союз был единым, история и хрестоматия по поводу истории СССР часто включали разделы об Урарту как о древнем государственной территории Советского Союза. Но это не только современная Армения независимая, которая раньше была, когда я часто там бывал и дружил со многими замечательными армянскими учеными, художниками, деятельными культурами. В это время Армения пользовалась в основном одним из диалектов армянского языка, скажем, условно восточноармянский. На западноармянском говорили в Турции и в Ливане. Языки различны между собой. Я сейчас в Лос-Анджелесе читаю лекции, поэтому изучаю языки Лос-Анджелеса всего в городе Лос-Анджелесе 200, больше даже 220 с лишним языков. В том числе оба варианта армянского, западноармянский и восточноармянский. Я присутствовал при одном разговоре, где человек из современной Армении, отдельного государства Армении, говорил на восточноармянском, а его собеседник из Ливана знает хорошо западноармянский. Им было легко понять друг другу, потому что отдельные части они могли сказать по-английски или по-русски. Русский язык был почти всем армянам хорошо известен. Армения старинная православная страна, близкая дружба с Россией, начиная с Древней Руси и так далее. И поэтому тот, как я говорил на западноармянском, знал русский язык, поскольку русский язык вообще один из великих языков мира. И сейчас очень много людей за пределами России знает русский язык, боится его забыть. Так вот, я возвращаюсь к проблемам языков, я возвращаюсь к Сирии, к Бучиласе, который меня позвал и просил подготовить его учеников, и я их подготовил, потому что у меня есть некоторый навык в изучении урарского языка, позднего потомка одного из диалектов хуритов. Значит, хуритская культура жила очень долго, дольше тысячелетия, и Бучиласе имеет историческую заслугу открытия города, который называется Уркеш. Уркеш, древнее название города, Уркеш. Вот этот город в северной Сирии очень близко к границе Турции. Он таки нашел город, нашел там клинописные таблицы, содержащие отдельные курицкие слова и имена. пока в смысле письменности результаты скудные, но в целом открытие Бучиласе очень важно для понимания культуры хуритов на протяжении многих, многих сотен и тысяч лет. Мне посчастливилось быть к этому близким. И поэтому, конечно, меня очень заинтересовала и табличка, с которой я начал, табличка с музыкальными нотами. Но что оказалось дальше? Оказалось, что эта система была связана с наличием музыкальной системы, которую потом греки, знавшие о ней, воспроизвели в своих музыкальных теориях, которые мы продолжаем до сих пор. Даже новейшая музыка, она может в атональных экспериментах или в любых новых опытах выходить за пределы классической музыки, но современная музыка связана со старыми музыкальными теориями. Мы их унаследовали через греков, но они восходят в древнем Востоке. И в частности они касаются отражения. Вы знаете, в Америке умеют из всего рано или поздно делать то, что можно продать за деньги. Значит, одна умная фирма сделала имитацию той музыки, которая, вероятно, записана этими нотами на табличке. я опять в промежутке позволял себе отклоняться в разные стороны, но опять через Бучелати, через Северную Сибирь, я возвращаюсь к написанной табличке, на которой есть музыкальные ноты. Я возвращаюсь к тому, что это открытие позволяет заглянуть в далекое прошлое и позволяет одной американской фирме хорошо заработать, воспроизведя эту музыку в виде того, что можно прослушать. Когда я об этом узнал, я сообщил об этом открытии армянскому композитору Тартияну, в котором дружил, потому что я участвовал в нескольких биологических научных школах летних, они проходили заряжание близко к тем местам, где когда-то было Уралька. И там среди очень интеллигентных культурных армян с европейским образованием я познакомился с этим композитором, который жил над территорией, где устраивали наш биологический летний гагет, летнюю школу, а Тартияна жил в избушке над нами и объяснял мне, что ему трудно работать в большом городе, поэтому он наезжает в Вереван только, чтобы там почитать лекции, заняться с консерваторскими студентами, а музыку сочиняют вот в этом уединении над, тогда это называлось Дом творчества композиторов, там работал Шостакович, так что это место важное при истории молодых. И Тартиян послушал воспроизведенную фирму имитацию древней хурицкой песни, был очень доволен и написал мне, что он использует эту в своей новой симфонии. К сожалению, он умер после этого. Наша последняя совместная работа, это он что-то написал в музыке, а я наговорил для документального фильма об Эрнсте неизвестном. Это было очень давно сделано, но в новое время с Горбачевым оказалось возможно просмотреть в Доме кино этот наш фильм об Эрнсте неизвестном. Это была моя последняя встреча. Тетериан приехал из Дзержана в Москву для того, чтобы послушать что мы наговорили о нашем общем друге Эрнсте, который, вы знаете, к сожалению умер. Понимаете, я принадлежу к тому поколению, которое по законам смертности мужчин, которые очень рано умирают в России. По этим законам большинство моих современников ушли, их нет. Я о них всех думаю с благодарностью и поэтому называю их имена. И теперь я получаю от вдовы Тетериана запись его последней симфонии, в которой он использовал варианты вот этой реконструкции курицкой песни. Значит, повторяю, я привожу вам все эти примеры, чтобы вы поняли, что мои занятия древней историей и древним востоком не помогают многое в том, что происходит в современной культуре. но все-таки, я думаю, что среди вас Я хочу очень поблагодарить Артёма Каверина, благодаря которому возможно наше с вами общение. Я благодарю и многих других, кто участвовал в организации, но об этом, может быть, скажу после курса. Значит, в принципе, я собираюсь прочитать 10 лекций, из которых сейчас я вам прочитал приблизительно треть, одну треть первой лекции, не больше. Просто это может быть слабоохотливость, но мне хотелось всё-таки каждый вопрос обсудить подробно. Какие следующие основные вопросы я собираюсь затронуть во второй половине этой первой лекции из 10 лекций семиатической антропологии? Я собираюсь ответить на вопрос, скажите, пожалуйста, какая карьера может быть у человека, который, среди прочего, изучит вот всё то, что вы наговорите, обещаете рассказать, и что мы можем извлечь из литературы, которую я, лектор, должен вам сообщить. Значит, я предполагаю, что не обязательно после этого заниматься наукой. Я предполагаю, что можно заниматься и любой другой деятельностью, полезной для нашего общества, ну и для самого человека. Можете заниматься бизнесом. Вам в бизнесе всегда помогают любые знания, даже когда они кажутся очень далёкими от непосредственно того, что вы получаете в результате бизнеса. Можно заниматься разного рода деятельности, связанной с искусством, в особенности с литературой, прозой, поэзией, журналистикой и так далее. Можно заниматься дипломатической работой. Всё это будет, ну, в какой-то степени оживлено, окрашено в какие-то интересные тона, для того, что вы что-то будете знать о семиатической антропологии. Теперь вопрос, как всё-таки построить усвоение курса. Значит, я считаю, что от того, что вы, я надеюсь, послушаете, ну, кто-то из вас послушает, кто-то по обязанности, все магистранты обязаны меня слушать, все магистранты антропологии из РАШ, из Русской антропологической школы, Российского государственного комитета, все магистранты обязаны меня послушать, желающие магистранты из других секций, и кто хочет, пожалуйста. Но для того, чтобы что-то усвоить, желательно не только послушать, послушать можно будет многое, потому что всё это будет в живом ТВ, которым ведает Артём Коверин, благодаря Артёма, вы можете там много моих лекций, и в частности, весь этот курс постепенно слушать. Так что многие из вас, кому что-то будет непонятно, кто будет спорить с моими лекциями, это особенно мне интересно, вы можете несколько раз послушать, пожалуйста, никто не возьмет. Это не возбраняется. Теперь я хотел бы кончить 10 лекций, 1 курс, в течение осени, кончая декабрём. Начиная с января по март, я хотел бы предоставить вам, для внимательного чтения хотя бы части рекомендованной литературы, каждой лекции я буду давать короткий список литературы и длинный список дополнительной литературы. Кто хочет, пусть читает, но что-нибудь обязан прочесть каждый, кто думает, что он потом будет как-то это использовать в любой своей деятельности, или вообще не использовать, но что-то про это знать, слышать. Значит, нужно всё это прочитать. Я буду давать некоторые темы, которые мне кажутся самыми интересными в определённых книгах и статьях. И хочу, чтобы те, кто серьёзно работают, написали или короткие рефераты, или вопросы мне письменные. Их желательно передать одному из организаторов всего этого курса, моему заместителю по Русской антрополитической школе Алексею Васильеву. Васильев перешлёт необходимые материалы мне, так что в результате работы с января по март я хотел бы получить некоторое количество рефератов и вопросов критических, кто угодно. Я думаю, всё-таки в пределах современных норм, без нецензурной лексики, обращенной ко мне, я думаю, что Васильев нужен для того, чтобы отбросить. Какая-то часть мусора в любом интернете есть, так уж, оборонять интернет от попыток разных нехороших сил его ограничить, конечно, нужно. Но, тем не менее, вот каждому отдельному человеку неприятно получать просто ругань в ответ на то, что он делает. Поэтому Васильев меня убережёт от этого. Значит, прошу пересылать то, что будет предназначено мне Васильеву, и Васильев перешлёт мне. Это работа по усвоению, да. Я обязуюсь, начиная с марта, постараться привести в порядок своё здоровье. Я надеюсь, что мне удастся после этого приехать в Москву и встретиться с Вами лично и продолжить личные собеседования в виде споров или в виде дополнительных лекций. Всё это будет возможно только уже весной будущего года, если на это будет решение Верховного Разума. Потому что вот я уверен, что вопросы длительности некоторых попыток выйти за пределы уже известно, будут уже сделаны. Но вот как организованы такие попытки, это всё-таки, если признавать наличие Высшего Разума, это зависит от него. Поэтому я не собираюсь кончать похвалой Высшему Разуму, а кончаю похвалой Вам всем, которые имели терпение выслушать меня сегодня и которые будут слушать следующую лекцию, в которой я начну последовательно излагать место человека в космосе. Я буду объяснять антропный принцип современной физики, принцип, сделавший возможным разумную жизнь на Земле, и буду говорить о соотношении геосферы Земли, земной оболочки всей Земли, планеты Земля, о соотношении этой оболочки с сферой жизни, биосферы, как возникает, как сейчас мы думаем, почти с момента возникновения Земли, планеты, почти с этого момента, это новейшее открытие, новейшая гипотеза. Почти с этого времени возникает и жизнь, и последовательно жизнь развивается в сторону разумной жизни. Я буду рассматривать в конце первой лекции, чтобы завершить такой дочеловеческий этап моего обзора, я буду рассматривать переход от начальных истоков всего, истоков всей Вселенной, ее революции, переход к развитию жизни, вплоть до появления предсков человека. О предсковах будет идти речь уже во второй лекции. Первая лекция будет, будущий наш сеанс кончится до появления предков человека, непосредственно предков человека. Большое спасибо!